приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео мы с вами поговорим про prima victoria и на мой взгляд это худший прям танк 8 уровня в аре world of tanks и чтобы порассказать вам какие-то там циферки когда танк появился и так далее зашел на сайт wiki wargaming открыл этот танчик и тут почему-то все по-английски но я думаю ну просто переведу страницу на русский язык перевожу на русский язык и что я получаю плюсы и минусы танка очень интересно мнение игрока плюсы и минусы плюсы точный пистолет высокая бронепробиваемость и скорость снаряда высокая мощность двигателя и достаточно хорошая подвижность боковая юбка обеспечивает некоторую защиту от хэш снаряда хорошая броня башни которая держит корпус башня держит корпус и точный пистолет вот это плюсы уникальные звуки экипажа от участников саботон не ну это реально плюс вот ты фармишь серебро на прям танки думаешь вот это у меня озвучка экипажа обалдеть реально плюс и танк сильнее и серебра больше после боя получаешь теперь переходим к минусам танка большой размер плохая броня корпуса и слабая маскировка боеукладка довольно хрупкая может быть повреждена спереди неадекватное вращение корпуса башни но это офигенный минус неадекватная не в ту сторону что ли поворачиваться слоты для экипажа не соответствует ни одному шведскому танку не подходят для обучения экипажа очень высокая стоимость ремонта премиум танка 8 уровня высокая стоимость снаряда за нанесенный урон теперь у нас какой-то раздел спектакль этот танк представляет собой полностью модернизированный центурион мк-1 таким образом он является эффективным снайпером и танком поддержки благодаря бронированной башни склонению орудия и точности орудия тем не менее отсутствует дпм и посредственная маневренность делают его плохим бойцом примечание этот сайт содержит ошибку на самом деле дпм около 1900 на этой странице написано что дпм у этого танка 1840 ну да ошибка это же не около 1900 да какая к черту разница сколько тут дпм его нет и все смешно что тут называют плюсы такие как что этот танк снайпер что у него озвучка экипажа там какая-то обалденные плюсы а вот после того как я взял на нем три отметки я вам скажу так это нихрена не снайпер тут стабилизация ужасная просто от слова совсем просто ужасная пушка кривущая и вы в этом бою на фоне можете это посмотреть так что такой плюс как снайпер нихрена не плюс это минус потому что это не снайпер орудие максимально противная так тому же тут еще основной снаряд под калибр и голда тут тоже под калибр пробить основным снарядом казалось бы классно 226 а вот голдой ну такое 258 вроде бы неплохо но 226 пробить основным снарядом это же просто удивительно но это под калибр с плохой стабилизации ты никогда никуда не попадаешь и постоянно рикошеты так у нас еще альфа 230 это если она еще и пройдет еще и дорогие снаряды у нас и дорогой ремонт танка а из плюсов у нас хорошая там какая-то озвучка не такая как у всех да у танка хорошие увн и минус 10 градусов до бронированная башня она танкует но на башне есть лючок да и не всегда она танкует но вот плохая стабилизация плюс плохой дпм и маленькая альфа дает нам в итоге что мы очень тяжело набиваем урон поскольку мы не можем даже реализовать тот дпм который у нас есть он 1840 у нас написано дпм но добавляем сюда кучу промахов из-за стабилизации ужасной и кучу не пробить и из-за того что это под калибр и он часто рикошетит и ничего не пробивает и мы получаем дпм не 1800 а дай бог если там есть хотя бы 1500 а то и 1000 потому что половина выстрелов будут явно без урона добавляем сюда еще дорогие снаряды дорогой ремонт танк не про фарм единственно что в обзор 400 это хорошо для фарма но больше плюсов для фарма нет то есть танк слабый танк еще и плохо фармит лично для меня озвучка экипажа это не плюс а минус но в целом пофиг я просто ее терплю еще и боеукладка часто в лоб ломается и танк огромный ватный по статистике он самый плохой прям танк хуже него нету ничего это танк появился в игре у нас в 2017 году в патче 09 19 1 и никаких изменений за пять лет это танк не видел я вообще не помню ни разу чтобы хоть какой-то танк за коллаборацию с кем-нибудь в картошке улучшали апали хоть что-то с ними делали все танки за коллаборацию появлялись в игре и как просто какой-то там забытый хлам сразу забывали же на следующий день пять лет этот танк в игре находится и он сразу как появился считался плохим пять лет прошло он уже хуже некуда ниже нет ничего но никаких изменений не с ним не с другими танками за коллаборацию нет это видимо такая политика у компании wargaming или уже нужно перекладывать уебищность этого танка не на wargaming она лесту но в целом не важно в общем и целом разработчики не улучшают танки за коллаборацию которые появляются в игре рекламируя кого-то еще там какую-то рок-группу или какой-то сериал или еще что-нибудь причем они все сразу как только появились они уже слабые это видимо фишка такая танк плохо фармит танк слабый у него озвучка там какая-то на нем тяжело играть он противный по стрельбе и в целом геймплей у него фу из плюсов только обзор у вены крепкая башня и все плюс еще экипаж который не подходит на остальные шведские танки это максимально ненужный танк он прям полностью весь говорит вам я не нужен ни для чего не для фарма не для прокачки экипажа кто его купит зачем он кому нужен почему такое отношение к танкам за коллаборацию мне непонятно танк в игре просто как мусор валяется пять лет если ты его в рандоме видишь просто думаешь как же там чел сейчас веселиться у него из плюсов озвучка точный пистолет да и по сути все я этот танк не рекомендую пока его не апнут и не приведут в нормальный вид у него альфа должна быть ну 280 стабилизация адекватная в таком случае я еще поверю что-то танк на что-то там способен если у него будет нормальное орудие хотя бы вот такое мое мнение по этому танку с вами варч карать красиво подписывайтесь ставьте лайки не забывайте заходить в группу вконтакте подписываться на тро всем пока а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok